Приветствую вас, смотрю, ответы моих коллег разделились, кто-то говорит, что стоит, кто-то говорит, что не стоит, не имеет смысла вообще что-либо делать, потому что неделя это большой срок, вот, и кто-то говорит про влюбленность, кто-то говорит про симпатию, вот. К сожалению, к сожалению, ситуация здесь такова, что непонятно, что у вас было до первого свидания, то есть если до первого свидания вы взаимодействовали друг с другом достаточно долго, если встречались где-то, ну, например, на нейтральной территории, допустим, проводили время вместе, дружили, ну, в кавычках. Если у вас был какой-то совместный быт, если вы взаимодействовали, короче говоря, друг с другом по тому общему, что у вас может быть, то в таком случае, конечно, да, мощно говорить о том, что парень на первом свидании не испытал к вам чувств, точнее, эти чувства себя не проявили, вот. И писать что-либо нет никакого смысла, это правда, ну, потому что если чувства у него не появились, то вряд ли появятся, вот. Ну, если первое свидание было, по сути, началом взаимодействия, и вы до этого знали друг друга меньше месяца, то в этом случае написать не можно, а нужно, потому что первое свидание ничего не решает. Оно не обязано дать мужчине любовь. Оно не даст ему, ему понимание того, что вы та самая девушка. Первое свидание, это первое свидание, это первый опыт взаимодействия между вами. Ну, в этом случае, да, вот в случае, если вы знаете друг друга не так давно. Ну, то есть, вы вот не пишите, да, сколько вы друг друга знаете. Понятно, да, разница? И в этом случае парень может быть просто робким, может просто быть неуверенным в себе, и может бояться, что вам что-то не понравилось. За его робостью, за его занятостью, в кавычках, может стоять страх сближения и так далее. Понимаете, а все это, возможно, если вы его не знаете, если вы мало общались, если у вас нет опыта взаимодействия, да, если вы меньше месяца друг друга знаете, и до первого свидания вообще не встречались, ну, то есть, не было живого общения, или было, но такое, знаете, мимолетно, очень мимолетно, вот. Поэтому такая вот история, и так можно дифференцировать. То есть, здесь ключевой аспект, это сколько вы знакомы. Если вы, например, найдете друг друга полгода, да, и вот у вас, допустим, все полгода были отношения, ну, такие, знаете, полуформатные, да, то есть, ну, встречались, взаимодействовали, там, помогали друг другу, вот. И вот только сейчас случилось первое свидание, и неделя прошла, и парень молчит, молчит. При этом, вы знаете, что человек такой достаточно уверенный в себе, да, то есть, ну, не отличается, там, скажем, неуверенностью в себе, да, не отличается он, там, проблемами, да, то есть, ну, проблемы у него не были заметены, не были заметены у него проблемы, да, вот. В таком случае, да, действительно, вам не имеют, скорее всего, смысла с ним взаимодействовать. Это правда. Ну, и, соответственно, если вы знаете друг друга немного, то напишите. Другой аспект, который мне кажется важным. Ага, здесь, это аспект вашей неуверенности в себе и того, что значит для вас мужчина. То есть, что я хочу сказать, что я хочу этим сказать. Насколько вы замотивированы быть с этим человеком? Насколько он, этот человек, для вас важен? Насколько у вас от реакции человека, ну, от реакции человека, допустим, на ваше, ну, на ваше поведение, например, например, да, вот. Зависит ваше состояние, ваше эмоциональное равновесие, ваше духовное равновесие, ваша психологическая картина. Какие у вас будут, будут, например, мысли, да, какие у вас, например, будут мысли, если он действительно, ну, не влюбился в вас, если вы действительно ему не нужны. Какие у вас будут мысли, если он влюбился в вас, и вы нужны ему. Что вы будете думать о себе в этом случае? Что вы будете думать о себе в другом случае? Да? То есть, вот эти моменты все, они чрезвычайно важны. потому что показывают степень вашей зависимости от человека. И вместе с тем вскрывают ваши проблемы. То есть, если, например, вы не уверены в себе, допустим, если вы просто, ну, если вы не уверены в себе, вот, ага, то это ваша проблема. И вы пытаетесь компенсировать свою неуверенность в себе за счет, ну, за счет мужчины. Вот. Что создает элемент, элемент, значит, зависимости, а это значит не свободы и неестественности для вас, для, ну, для отношений. То есть, отношения строятся на неестественности, вот, на желании решить свои какие-то проблемы, да, и не на том, чтобы своей, например, главной целью, своей основной целью сделать, допустим, ну, допустим, ааа, допустим, счастье ааа, молодого человека. Ну, грубо говоря, например. Вот. То есть, ааа, вот это, мне кажется, ааа, то, что в любом случае нужно ааа, вам, значит, для себя выяснить. Выяснить. Ааа. Вот. Ааа, такие аспекты мне бы хотелось выделить. Ааа, сразу скажу, что, ааа, значит, если молодой человек вам дорог, если молодой человек вам важен, а если вы хотите решить проблему, да, то есть, если вы хотите разобраться в себе, то задавать столь краткий вопрос, который почти ничего не раскрывает ааа, о вашей ситуацию, мне кажется, несколько неправильно, несколько ошибочно, несколько деструктивно, вот, потому что, ну, по сути, ааа, что мы делаем сейчас, да, что мы делаем, мы просто предполагаем, мы просто предполагаем, то есть, мы не знаем и не можем знать, ааа, как дела обстоят на самом деле у вас, да, то есть, то, что вы рассказали, это, ааа, малая часть того, что, ааа, ну, например, есть на самом, на самом деле, да, это малая часть, ааа, той картины, которая есть на, на самом деле, и, ааа, нужно задать вам вопросы определенные, хотя бы те, которые я уже задал, да, вот, ааа, все это, действительно, очень важно, поэтому, если вы задаете свой вопрос, ну, скажем, не просто так, да, а хотите именно решить проблему, то лучше вам выбрать, ааа, себе эксперта, и, ааа, взять хотя бы одну консультацию у него, ну, ааа, на которой, ааа, подробно будут рассмотрены все аспекты вашей истории, вашей ситуации, и, ааа, вполне возможно будут даны, аа, рекомендации, которые вам ааа, помогут, которые вам помогут выстроить свое поведение, вот, но, возможно, и такая история, что, будут выявлены ваши проблемы, и, соответственно, ааа, ваши проблемы потребуется решать, ну, в смысле, работать, над тем, чтобы их решить, да, вот, ну, проблемы, например, аа, как я уже сказал, да, проблемы уверенности в себе, ааа, проблемы, значит, потребностей, потребностей ваших, вот, и так далее, все эти аспекты, ааа, тоже необходимо учитывать, гадать и заниматься диким психоанализом мне бы не хотелось, потому что это неблагодарное дело, вот, сами подумайте, когда раз лучше, и решите, что будете делать, на текущий момент ответ я вам дал, тот, который можно дать, ааа, исходя из той информации, что вы предоставили, аа, на этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, а, если у вас остались, аа, дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, а, буду благодарен, если сделаете его лучшим, ааа, постарайтесь, ааа, понять, такую, важную вещь, на мой взгляд, что, забывая вопрос, аа, широкому кругу людей, да, даже специалист, вы, ааа, получаете всегда противоречивое мнение, ааа, задавая краткий вопрос, широкому кругу людей, вы, ааа, рискуете вызвать у себя, ааа, еще больше сомнений, чем уверенности, и, цель, с которой вы задаете вопрос, тоже лежит в плоскости вашей возможной проблематики, то есть, то есть, ну, вы же не могли не знать, что мнение будет противоречивое, не могли, но все равно задали вопрос, именно публичный, хотя денег, который вы, эээ, заплатили за платный вопрос, хватило бы на полноценную консультацию у некоторых коллег, но вы выбрали, то, что вы выбрали, это ваше право, но это не случайно, понимаете, вот на это я хотел бы, также обратить ваше внимание, на этом, еще раз, я думаю, можно закончить, я желаю вам, всего самого доброго, и удачи. Продолжение следует...